Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика Потери российско-фашистских войск в Украине на 17 февраля 2024 года. Посмотрим, где что, при каких обстоятельствах и в каком количестве было закобзонено. Итак, друзья мои, да, расшисты смогли взять Авдеевку. Не надо, как говорится, вдумывать, надо признавать очевидное, но отход наши совершили более-менее организовано с тем, чтобы выровнять линию фронта. Тоже поймите правильно, когда тебя обстреливают сразу с трех сторон и на тебя прет, ну, количество орков, ну, раз в семь больше, чем в наших, ну, тут сложно было удержаться. И единственное, что можно было сделать, это отправить в ад как можно большее количество этих самых орков, что и было сделано. То есть потери у расшистов стали ежедневно, ну, конечно, не только за счет Авдеевки, но в первую очередь за счет Авдеевки, стали зашкаливать за тысячу у контрапупленных чмобиков, и это очень много. Причем, если касательно братьев Деевки, то контрапупленные, ну, совсем не только чмобики. Они, чтобы чего-то хотя бы добиться, послали на местные штурмы свой спецназ. Это аналог нашего ССО. Вот. И благополучно наши этот спецназ там под Авдеевкой и нашинковали, о чем говорят сами расшисты, признались. Причем сами расшисты признаются, что вот эта цена, которую они заплатили за Авдеевку, она абсолютно не соответствует количеству и качеству захваченной территории. То есть город-то полностью абсолютно разрушен. Так же, например, Бахмут, так же, как Солидар, да. Вот. А количество людьми, ну, людьми, не знаю, называть это, ну, людей, скажем так. Личного состава, который они там положили, это несуразно огромное количество. Вот Пригожин говорил, что по Бахмуту 30 тысяч двухсотых и в два раза больше трехсотых, а может и еще больше, то есть там 90-100 тысяч в общей сложности. Что же касается Авдеевки, то сами расшистские военкоры, ну, не те, которые пропагандисты, а те, которые, скажем так, вменяемые, признают, что как минимум в два раза больше, чем в Бахмуте. Ну, это с начала октября, когда они начали ее штурмовать. И вот по 16-е, включительно февраля, да, положили в два раза больше, чем в Бахмуте. Вот считайте сами, думайте сами, считайте сами. Причем под конец они уже ложили не каких-то там чмобиков этих зашмыганных, а ложили самый настоящий спецназ, хорошо подготовленный и т.д. и т.п. То есть он там весь остался в поле вместе с чмобиками. Да. Но это их проблемы. А мы посмотрим сейчас, что, где и как. Да, также расшисты вели бесплодные штурмы в районе работаны, в РБВ работаны. И пытались продвинуться в Луганской области, что им не удалось. Единственное, что им удалось, это повлеваться кабами. Ну, вы прекрасно уже знаете, чем это закончилось для трех их самолетов. Итак, по личному составу, или как говорит Путин про своих солдат, лишнему составу. 1050 путерастов вооруженных, которые пришли в Украину с оружием убивать женщин и детей, отправились на палубу крейсера Москва, который теперь у нас подводная лодка, и поместиться там уже невозможно. Даже если добавить к нему Новочеркасск и этот Ленигорский дурняк, или как он еще называется? Последний этот уже... А, Клим Ворошилов. Нет. Цезарь Кункин. Как-то так, да? То все равно места не хватит. Эти корабли утопленные, пока их все переберешь в голове, то, господи боже мой, дым с головы пойдет. Столько кораблей понатопили. 1050 отправились, как говорится, в ад. А общее количество путинских наемников, бандитов, террористов и мародеров, которые пришли в Украину убивать здесь гражданских, значит, 401 305. Нормально тогда, неплохо. 11 танков за вчерашний день отправлено в металлолом. Общее количество 6476. Да, интересно, что сегодня они ведут танковую атаку там где-то в районе в РБВ. Ну, пускай попытаются. Значит, будет побольше теперь будут цифры в танках. Да. Дальше. 16 бронемашин различных типов. Общее количество 12 145. И 28 артиллерийских систем. Самоходных, несамоходных. Наши, надо сказать, что их выбивают постоянно, те подвозят новое. Точнее, новое это восстановленное, старое на 90%. 9669 всего. Да. Ну, войну они начинали, у них, по-моему, было порядка 20 тысяч орудий. То есть, половина, уже 50% коровое закомство зала. Причем, не факт, что у оставшихся стволы там в нормальном состоянии. Дальше. Самолеты, вертолеты. Пока у нас тут стоят старые цифры. Завтра уже увеличим самолеты на три штуки. Поэтому я вам говорю сейчас то, что есть на вчерашний день. 332-325. Понятно, что завтра будут другие цифры. Дальше. Без пилотников было сбито 5 штук. Это, прежде всего, эти шахеды. 7 413. И традиционно, я не знаю, зачем они посылают каждый день одну ракету Х-59. Она сбивается. 1896 крылатых ракет. Дальше. Что касается грузовой автотехники. 18 грузовичков за вчерашний день. И 12 734 с начала российско-фашистского вторжения. Отрабатываем, отрабатываем логистику. И 5 единиц различной спецтехники. Под спецтехникой, я говорю, мы понимаем все, что угодно. От командно-штабных машин до рэбов. До машин для разминирования. То есть, любая инженерная техника. 5 штук за вчерашний день. 1533 с начала войны. Итак, друзья мои. Путин продолжает утилизировать свою армию в Украине. Если вам кто-то рассказывает, что они там сейчас работают. Трессмены. Они выпускают сумасшедшее количество танков. Знаете, что? Если бы у них было все так замечательно. Если бы они выпускали сумасшедшее количество танков, бронетранспортеров и т.д. и т.п. Они бы не требовали переговоров на каждом углу. То, что они делают сейчас. То есть, они буквально штурмуют наших партнеров по коалиции с тем, чтобы те как-то начали переговоры у нас за спиной. Когда ты просишь сильно переговоров, это говорит об одном. Что силенки начинают заканчиваться, коленки дрожат и резиновая попа не сдерживается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова